Друзья, всем привет! И если вы перешли и смотрите сейчас это видео, значит вам интересна данная тема. И я рад приветствовать каждого из вас на своем ютуб канале. Ну а перед началом этого видео хочу поздравить победителя конкурса в прошлом видео. Самый креативный комментарий оставил вот этот подписчик. Данила, напиши мне, отправлю тебе 1000 рублей. Также перед этим матчем я проводил еще конкурс в своих коротких видео в ленте шортс, где уже определился победитель в довольно интересном конкурсе. Итак, сборная России вернула нас в 2018. Неотразимая игра и громкий разгром Сербии. Во-первых, это долгожданный матч. И давайте поговорим о блестящей победе команды Валерия Карпина в товарищеском матче. Ровно 858 дней прошло с тех пор, когда сборная России в последний раз встречалась с командой из Европы. 28 месяцев, почти 2,5 года. Немыслимо, чтобы какая-либо сборная так долго не играла с соперниками со своего континента. Но таковы уж обстоятельства сегодняшнего дня. Неудивительно, что матч в четверг вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков. Хотя основная причина, разумеется, не в этом. В гости прилетел не кто-нибудь, а братская Сербия, с которой нашу страну на всех уровнях и в разных сферах жизни связывают тесные связи и подлинная дружба. Причин заполнить стадион Динамо было много. И помимо этого, впервые в сезоне в расположение сборной приехали все наши легионеры, флагманы. А сама команда презентовала новую форму от российского бренда. Был и грустный повод. В последний раз на стадионе прозвучал голос Василия Уткина, памяти которого была посвящена минута молчания перед игрой. Ну а гости без лидеров в основе. Сербия отличный соперник для России. И не только из-за братских отношений, но и из-за ее уровня. Балканская команда занимает 32 место в рейтинге FIFA. Участвовала в минувшем чемпионате мира и давно отобралась на ближайший Евро. Конечно, болельщикам было любопытно взглянуть на нашу сборную на фоне такого оппонента. И сами футболисты имели серьезную мотивацию. Уж куда интереснее играть в Сербии, чем с Кубой или Кенией. Однако соперник вышел на матч не в оптимальном составе. По разным причинам в Москву не прилетели Влахович, Миленкович, Максимович, Ильич, Гудель и Настасич. А главный тренер сербов Драгон Стойкович еще и оставил в запасе многих лидеров. Дмитриевича, Самаржича, Ваню, Сергея Миленковича, Савича. К удивлению и Валерий Карпин решил не выпускать в основе всех звезд. Даже из двух мирончуков главный тренер сборной России выбрал не того, кто играет в аталанте. Да и Захарян с Кузяевым остались на скамейке. Уже не в первый раз в сборной России в праву вингера выступил Обляков. А в центре обороны оказался Сильянов. Ну и ключевое удаление Гаича. Схема у нашей команды осталась прежней 4-3-3. Правда без мяча она мутировала в 5-4-1 за счет смещения Глебова в центр защиты. И это любопытный ход. В Ростове Карпин регулярно применяет его с прошлого года. Но в сборной разве что фрагментарно. И кажется сербы к этому были не готовы. Тут стоит оговориться, что и команда Стойковича вышла в экспериментальном сочетании. В отборочном цикле Евро-24 она часто использовала тройку центральных защитников. А тут решил отразить тактику сборной России. Получалось не очень. До Йовича на острие мяч долго не доходил. А в обороне защитники гостей не успевали за реактивным тюкавином и кампанией. И за высокой линией обороны. Правда, именно сербы создали первый опасный момент в матче. Когда Живкович бил в дальний угол на восьмой минуте. Но родился этот эпизод из-за ошибки Волкова с Сельяновым на противоположном фланге. А вовсе не из созидательных действий балканцев. Россия же выбрала простейшую, но эффективную тактику заброса в за спину. Которая отлично работала при наличии на поле Головина. Идеальная и своевременная передача Хакбека Монако на Халусевича. Фактически предопределила исход встречи Гаич. Зацепил Даниила за футболку в своей штрафной. Лишая его возможности забить. А турецкий арбитр Орда Кардешлер сначала зафиксировал офсайт. Но после поправки ВАР изменил решение на красную карточку для защитника ЦСКА. И пенальти. Антон Миранчук не промахнулся. Ну и честно говоря, мне даже немного жаль, что Гаич удалили уже в середине первого тайма. И мы настолько редко получаем международные матчи такого уровня. И что хочется брать от них по максимуму интригу и высочайший уровень сопротивления на протяжении всех 90 минут. Плюс добавленных. Друзья, важное напоминание. Вот вы сейчас смотрите это видео и большинство из вас не поставило лайк. А это очень у них хорошо. Потому что именно ваши лайки помогают продвигать это видео, продвигать канал. Ну и чтобы новая аудитория это увидела. И также это мотивирует меня. И заставляет хотеть делать для вас еще больше разного интересного контента. И если вам нравятся такие выпуски, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Это очень важно. Ну и конечно же двойной выстрел Миранчуков в сербам пришлось экстренно перегруппироваться. И сделали они это за счет других футболистов РПЛ. Сделар отпустился в оборону. Иракович перешел на фланг. А сама команда переключилась на 4-4-1. И опустила линию защиты. Из-за этого России стало чуть сложнее конструировать атаки. Но довольно быстро она нашла лазейку. Ключевую роль вновь сыграл блестящий Головин. Его воздушная подача со штрафного привела к голу Осипенко. Ну и счет 2-0 расслабил нашу сборную. Все получалось. Игра давалась. Результат сам шел в руки. Оппонент едва дышал. Но сербы не просто так вышли на Евро. Даже в меньшинстве они успели создать пару моментов до перерыва. Однако в одном из них мяч отразил Сафонов. А в другом Качиновичу мне удался удар ножницами. Ну и честно говоря от сербов я ожидал большего. Даже с учетом удаления. Все же команда готовится к Евро 24. И репетиций осталось не так много. Понятно, что не самый оптимальный состав. Многие лидеры по разным причинам отсутствовали с первых минут. Но те же форвард Митрович с Хаббеком Милинковичем вышли в перерыве. А Костич в начале второй половины. В конце концов и Карпин оставил в запасе тех, кого мы считали железными игроками старта. Это Кузяев, Миранчук и Захарян. Ну а в перерыве Карпин все же выпустил на поле Горшкова и Алексея Миранчука. С заменами тренер попал в точку. Уже на 55-й минуте первый прострелил с фланга, а второй замкнул передачу. И оба брата Миранчука впервые отличились в одном матче сборной. Ну и блестящий Захарян и гол Сергеева. Россия должна была забить и больше. Еще до гола Алексея Миранчука, головин едва не заставил Младеновича срезать в свои ворота. А Сергеев после выхода на замену попал в штангу. В этом эпизоде, кстати, выручил Петрович. Блестящий финальный отрезок провел Захарян. Арсен явно соскучился по любимым болельщикам и родному стадиону. Ховбек Реал Седат мог отличиться трижды. Сперва просто опасно пробил, затем сотряс перекладину. А уже на 89-й минуте его гол отменили из-за сомнительного офсайда у Сергеева. Хотя, как позже выяснилось, в этот офсайд все-таки попал Горшков. Без результативного действия Захарян все-таки не ушел. Он ассистировал нападающему «Зенита» в добавленное время. А Иван установил окончательный счет 4-0. Конечно, не 5-0, как в 2020 году в Белграде, но мстить никто в этот вечер точно не собирался. Россия просто хотела показать классный футбол, что и сделала. Такой матч вызвал прямые ассоциации с замечательным летом 2018-го, когда наша команда дарила положительные эмоции болельщикам. Как же хочется, чтобы так было всегда. Напишите в комментариях, понравился ли вам данный матч. И, наверное, главный вопрос – наш футбол в порядке. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте новые выпуски. И будьте в курсе всех актуальных новостей в мире футбола. Не прощаемся, увидимся в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok